Субтитры делал DimaTorzok Он сказал, выпей, выпей, распусти себя, отпусти свой мозг, ты и так еще будешь там не выпить Этого человека просто не истребить, он неубиваемый и неостановимый То есть мозг устроен у человека там, таким образом, что он начинает себя защищать Но при этом он маркетолог на уровне своего мышления, вот ему надо быть первым, надо быть первым Он как бы своим поведением говорит, да мне похуй, думайте, что хотите Честно? Мне похуй, поехали Всем привет, меня зовут Рустам Зарипов и я профессионально разбираю людей А вы находитесь на канале Я Тебя Знаю, где мы разбираем известных людей из мира бизнеса и шоу-бизнеса И учимся чему-то на их примере И сегодня у нас с вами особенный персонаж для разбора Мы смотрим интервью с Олегом Тиньковым Олег, если будете смотреть это, я отношусь к вам с большим уважением И спасибо за банк, который вы создали И за книгу, которая когда-то меня вдохновила Поехали Так видок нормальный Очень красивые виды Сегодня мы поедем 3 часа на вершину той горы На обычном монтонбайке он прежде нужно умножать на 2 То есть это одна из причин, зачем себя убивать 5 часов Вторая причина, почему и монтонбайк, это ты уезжаешь в места, куда ты есть еще градиент Просто, ну, например, если это там 25, на и монтонбайке ты заедешь или 30 Кстати, вот ибайк, у них есть такой классный инстаграм, ибайкшоп, это форта де марми У них там есть статья целая, что этот стереотип, что ибайк это вот только для толстых там и так далее Кстати, для толстых тоже хорошо работает, там с женой можно поехать со своей, с толстенькой Олег в своем стиле, немножко на пафосе, в такой немножко позиции сверху Но надо отдать должное человеку в его возрасте Он абсолютно поддерживает себя в спортивной форме Вообще забираться куда-то на гору на велосипеде, это то еще удовольствие Ну и видно, что он, в общем-то, продолжает практиковать вот этот вот велосипедный спорт Уже много лет, и в этом тоже прослеживается его такой марафонский характер Такой стойкий, который и в бизнесе в том числе помогает ему создавать Помогал ему создавать такие большие проекты, в которые изначально никто не верил Да, в итоге это год за годом вырастало во что-то действительно масштабное Так, давайте поехали! Я думаю, что это не работает Какой? Это мотор Вот это что-то это упало, так-то, наверное, сделано на 7 метра Я не думаю, что это работает Ты попробовал? Нет, я не попробовал, что это работает Блядь! Я не думаю, что это работает Блядь! Ну, во-первых, английский его, да, такой Который он, ну, это человек, который Очень много живет и жил там за пределами России, да, и он точно хорошо, классно знает английский Вот это его русское произношение I don't think it works Которое он даже не старается, он даже не старается То есть, следит за своим вот этим pronunciation Ему абсолютно по барабану Ну, человек, который Которому не особо есть мнение Ну, не особо есть дело до мнения окружающих Вот так скажем, да, он не старается понравиться кому-то И это точно вот его ярко проявлена сторона Что Олег никогда не старается быть удобным Да, он часто бывает неудобен Вот, и Так во всем, вот, включая какие-то детали Привет! Если ты смотришь это видео, то, скорее всего Ты опытный управленец Такой ценный специалист в своей компании Я надеюсь, что руководство компании тоже с этим согласно И оценивает тебя по достоинству Но что, если я скажу тебе, что ты можешь помогать Расти не одной компании, а сразу многим предприятиям И зарабатывать с каждым из них Скажи, слышал ли ты когда-нибудь о профессии бизнес-адвайзер? Эта профессия давно популярна среди корпораций, IT-стартапов, блокчейн-стартапов А сейчас она становится все более популярной И в широкой бизнес-среде среди обычных классических предпринимателей Даже если ты не знаешь всех бизнес-процессов компании Не знаешь всех секретов построения бизнеса Для этой профессии достаточно, чтобы у тебя была какая-то своя Пускай узкая компетенция, которая может быть кому-то полезной при построении бизнеса Будь то юридическая компетенция или экспертиза в финансовых вопросах Финансовый учет, планирование, стратегическое планирование Бухгалтерия, построение делопродаж, скрипты, автоворонки, производство или логистика Если у тебя есть какая-то своя сильная экспертиза Если ты годами строил карьеру и нарабатывал свои навыки Значит, это может быть кому-то полезно И вот чтобы ты понял, в чем же твоя суперсила Как ты можешь быть полезен рынку Сколько это может стоить Кто может стать твоими первыми клиентами И с какими запросами они могут к тебе обращаться Мы и проводим нашу закрытую встречу Поэтому прямо сейчас нажимай на кнопку Регистрируйся, открывай чек-лист, отвечай на несколько вопросов И до встречи на вебинаре О, мой Бог, это не так Я надеюсь, что закончится Я не знаю, как это работает Но это не работало сначала Это не работало сначала Да, сейчас у нас есть номер Ужас Я надеюсь, что он не встанет Я надеюсь, что он не встанет Окей, давайте Я надеюсь Я надеюсь, что там Не рассказываю Они просто, наверное, не понимают Что я делаю Не, они все за спорт Они говорят, давай спорт Они вряд ли, наверное, понимают Какого рода нагрузки Я вот тут пульс 182 разогнал Наверное, они будут против Уверен, что я выживаю И выжил из-за того, что я на велике катаюсь Пусть за спорт Ну, вот он говорит Я разогнал свой пульс до 180 То есть Олег явно не тот человек Который будет увлекаться там скандинавской ходьбой То есть ему нужен адреналин Ему он такой Ну, как бы Сторонник крайностей Если делать, то, блять, делать Вот не какую-то херню, да Чтоб он чувствовал вот эту грань какую-то Ему надо быть вот где-то вот На передовой Да, он не может просто заниматься Чем-то таким Спокойной какой-то деятельностью Там играет в шахматы, как Галецкий Хотя, может, он и поигрывает Да, но это явно не его лайфстайл Его лайфстайл – это вот отодвигать границы Быть где-то на грани Преодолевать себя Вот через это такие люди, как он И многие из вас, наверное, тоже Вот через это он чувствует жизнь В том числе и в бизнесе Да, вот брать какие-то вершины, которые В отношении которых Другие просто там могут покрутить у виска Да, сказав, что Олег, да Что-то там придумал На устоявшемся рынке Какой-то тут банк создавшись с нуля Там, тем более, без представительств А он идет и делает это Просто красавчик Комножко тренированная кардиосистема Сердце Ну, я не могу Если я вот оделся в спортивное Я уж не могу, чтобы не вспотеть Я уж не могу, чтобы убиться Вот он говорит, да Если уж я одел спортивное Я уж не могу, чтобы не вспотеть И чтобы не убиться То есть он через это Как бы чувствует жизнь То есть его подход к жизни такой Что, блядь, ну если уже Как бы ты ввязался в драку Ну, уже дерись до крови, до смерти И знаете, какой смысл был вообще Заходить в это Вот он такой, что Если начал Знаете, есть такое стихотворение Если вы есть, будьте первыми Вот этот, сука, это слоган Вот этого человека И как бы он там нам не нравился Не знаю, своей позиции Там еще чем-то Вот это вот Где-то пренебрежительно Или наплевательское По отношению к остальным Но вот этих сильных сторон Его не отнять, да И благодаря ему Мы имеем возможность Например, пользоваться услугами Классного банка сегодня Когда занимался велоспортом Считалось на велике Что не надо одевать велоформу Если ты не проехал 30 километров Ну, даже это юноша Когда мы были тренером Говорит Не надо одевать велоформу Если ты не проехал 30 километров Типа, вообще Если ты не ставишь перед собой О чем он говорит, да Если ты не ставишь перед собой Каких-то больших целей Такие руки не марай тогда Зачем вообще тогда это все Зачем воздух сотрясать Зачем вообще Нарушать энтропию вселенной Если ты не поставил перед собой Какую-то там Большую амбициозную цель И не собираешься Взобраться на какую-то там Гору Фудзи Вот если сходил на себя Вел в трусы Значит, надо хотя бы 30 проехать Ну, это Юноша А иначе не надо одевать Лучше вообще ничего не делать Лучше Потому что у тебя бесполезная Тренировка Нормально говорит Да, лучше вообще ничего не делать В общем-то Подтверждение моих слов Да, да, да Но это даже не самый верх Мы еще там как-то выше Ну, не обязательно, Велик Хотя бы гулять Ты знаешь, я когда Сделал пересадку Я сидел же в Лондоне Жил рядом с Гайдпарком Я там каждую С миллиметр теперь знаю Я три пары кроссовок выкинул Прошел там, что-то считал Две, не то ли, три тысячи километров В итоге Каждый день Даже там Пережил страшную болезнь Ну, откуда вообще Многие не выкарабкиваются Да, просто людей не становится А если они и остаются живы То потом ведут Какой-то совсем другой образ жизни То есть Ему там запрещены были Всякие вот такие Большие физические нагрузки Да И он мог только ходить И даже в этом Он преодолевает себя И делает просто до того До смерти, до крови Он говорит Я износил там Трое кроссовок выбросил Да, прошел там Несколько тысяч километров Тысяч, блин, километров Да Я тоже люблю гулять Там по 10 Бывает даже по 20 километров В день могу Нагулять Но тысячи километров Да, которые Ну, то есть Не знаю Это такой яркий представитель Вот русской породы Знаете ролики эти в ютубе Что это все равно не победить Так вот Как бы там Сейчас Олег не открещивался От России Но это такой ярко Выраженный Русский И вот он Явно Герой Такой Потенциальный Всех этих мемов Да Что этого человека Просто вот не истребить Он неубиваемый И неостановимый Олег просто красава В итоге Каждый день Вот я представляю Что там Такой лысый Никакой Худой Я ходил хотя бы 10 километров От 10 до 20 Каждый день Вот я вставал И люди На меня соседи Так смотрели Вышел Все Зомби Пошел Ну вот те же 10-20 километров Он нагуливал Каждый день Да Вот то О чем он говорит А это Ну попробуйте Каждый день По 20 Это уже само по себе Классная нагрузка Я вот так круги понаматывал То есть обязательно Надо двигаться Движение жизни Beautiful town Движение жизни Вот он говорит Да И как мы делаем что-то Так мы делаем все То есть Это же так же И в бизнесе Его подход Да У него же нет Практически периодов Когда он был бы В бездействии Вот сейчас Очень интересно Как дальше сложится Его жизнь Да Мне бы хотелось Увидеть еще яркие проекты От него Вот я считаю Что это такой Гений бизнеса Как минимум Который живет Сейчас рядом с нами Сколько классных Проектов он создал Сколько раз Он выступал Таким геймченджером На своих рынках Менял игру И не знаю Как вы считаете Создаст ли Олег Еще что-нибудь крутое Успеет ли он Еще создать Какие-то классные проекты Пишите в комментариях Своё мнение Может быть вы уже Какой-то информации Обладаете О том что он уже Что-то создает Может быть не Совсем бизнесового характера Может быть что-то социальное Думаю что За что бы он ни взялся Это вот будет Какая-то масштабная планка И мы точно Об этом узнаем Это будут какие-то Громкие проекты Мне бы очень хотелось Увидеть их увидеть Ну а появятся они или нет Не знаю Пишите ваше мнение В комментариях Все Олег пошел На абордаж Брать Поезд Вот ему надо быть первым Надо быть первым Он с поездом Не дается пока Вот он кайфует Да? Нет Да Нет Вот он так Видите да? Вот ему надо быть лидером И вот в этом у него кайф от жизни Да? Он высовывает язык Он там что-то там Окружающим Получает при этом Там своего Интервьюера Да? Как надо Как надо управлять байком Ну в общем Человек просто заряженный На то чтобы быть первым Да? Это возможно Следствие какой-то травмы Или просто вот такого Спортивного характера Да? Какого-то Что человек привык Соревноваться Ему надо выигрывать А вообще Сколько вы человек Примерно привели В велоспорт? фу, да хрена это сотни или тысячи опосредованно может быть тысячи но вот осознанно кого я знаю кто начал кататься из-за меня я думаю, сотня еще одна черта его ярко выраженная, как у лидера вести за собой людей если вы обладаете этим качеством, ребята вам повезло, у вас большое конкурентное преимущество, вести за собой людей заражать других своей идеей то есть люди по-разному относятся к Тинькову кто-то его любит, кто-то его сильно недолюбливает но вот чего у него не отнять он может прийти, блин, и заразить тебя своей идеей, да, заставить тебя в нее поверить, так что ты оторвешь свою жопу, да, и побежишь куда-то вслед за ним и то же самое и в спорте, да, вот он говорит о том что я напрямую привел там сотни людей, а посредственно скорее всего тысячи две там я знаю, что в форте Демарме такой есть магазинчик Лимаджи он лет так десять назад вообще существовал там чуть ли не за мой счет ну, за мой счет громко сказано в смысле за мой счет там русские у них покупали велики по моей протекции ну, конечно, он любит понтануться, ему очень важно признание и это нормально, мы можем этому сопротивляться там внутри себя, многим из нас важно признание и мы можем этому сопротивляться, да, можем понять, что вот такой внутренний зверь внутри нас живет и как бы кормить его и через это делать какие-то большие добрые дела для мира то есть, ну, нужно тебе признание, ну, что с этим бороться это такая же твоя, как бы, часть твоей природы ну, блин, ну, дайте себе это признание, да создавайте какие-то классные проекты и получайте это свое признание ну, и вот он показывает, да, Олег, как ему важно вот эти вот, ну, какие-то понты, да получить какое-то подтверждение своей крутости, да как-то заявить о своей крутости ладно, смотрим дальше кстати, вот он упомянул итальянский городок Форта де Мар, да, по-моему, называется могу ошибиться в произношении и это, блин, крутейшая история я думаю, что вы в курсе его проекта Ла Дача просто чувак вот, он из тех людей которые которые не только копируют кого-то которые способны просто вот с нуля создать бизнес-модель просто вот было у него любимое, ну, было любимое место Виталии, куда он там год, ну, как бы год из года приезжал кайфовал там семьей в итоге построил там себе какую-то виллу ну, в своем стиле таком достойного олигархка, да а потом понял, что есть и другие классные места в мире и что там он тоже хочет иметь такое вот свое вот место витания, да ну, содержать это все крайне дорого, ну, не говоря уже о том, чтобы построить это все ну, учитывая то, на каком уровне это все создается а он же перфекционист, вот еще чего у него не отнять сильнейший продуктовик то есть все, что он делает, он, сука, доводит до идеала вот если вы читали его книгу то, когда он придумал вообще банк он искал команду, которая сможет освоить 20 миллионов долларов при производстве, как бы вот, платформы, да начинки продуктовой и многие команды, несколько команд говорили ему о том, что ну, некуда здесь закапывать 20 миллионов долларов и он просто говорил до свидания парабокс, то есть другой бы сказал предбизнесмен на его месте класс, сколько, 3 миллиона вместо 20 идеально, давайте работаем то есть выбирал бы самых дешевых и у него прямо противоположная точка зрения должен быть идеальный продукт типа, если вы не знаете, куда здесь закапать 20 миллионов значит, вы не способны создать что-то гениальное ну, в итоге он, конечно же, и нашел команду и создал гениальный продукт и вот, понимая вот это его подход, да представляете, какие он там понастроил себе особняки в разных точках мира там, где-то, даже в ходе того, что он купил ледокол и переоборудовал вот такой пятизвездочный в пятизвездочную такую виллу, да на воде там Астрахань, это в Россию у него локация там Италия, Куршевель, там еще где-то, по-моему и что с этим делать, со всем богатством, да как это хотя бы там в какой-то степени окупать там, оправдывать, как вообще содержать это все то есть ты вроде бы заимел себе разные локации по миру но это все сосет какие-то колоссальные бюджеты в итоге он просто решает все это сдавать и поскольку там у него есть и там огромный нетворк да и такая медийная сила, то на все это находится спрос и с удовольствием люди платят несколько миллионов за то, чтобы там недельку пожить вот в какой-то такой вилле олигарха, просто которая вот как пятизвездочный отель реализован или там как семи-звездочный, да там с командами из Мишленовских ресторанов, которые тебя обслуживают, готовят тебе и так далее все, человек просто задизайнил свою жизнь так, как ему кайф просто и он говорит, ну вроде как такой бизнес-модели нет на рынке, но если мне так хочется жить, то почему бы это не изобрести и не сделать и пускай это работает и вот он в итоге имеет свои дома просто шикарные с командами обслуживающими в разных точках мира, он имеет возможность приезжать туда когда ему кайф, понятно что он бывает там не каждый год вообще в каждом месте, то есть бывает там изредка, но это не сосет хотя бы из него какие-то деньги или сосет не так много как могло бы за счет того, что просто это сдается в аренду, понятно, что обслуживающие команды все это поддерживают в идеальном состоянии и когда он туда приезжает, он даже не видит следов пребывания там кого-то еще, ну просто гений, браво. Время подписать. Ой, отлично, слава богу. Посмотреть, куда мы забрались. Ну и снова он демонстрирует, что ему не просто плевать на общественное мнение, а он как бы вызывает, он любит будоражить умы, любит вызывать какую-то реакцию эмоциональную, то есть он мог не говорить, это в этом время пописать, да, но вот ему важно как бы в каких-то нюансах ему важно вызывать эмоциональную реакцию, да, он может сам этого не осознавать, но ему важно будоражить умы людей, важно вот такую неоднозначную как бы вызывать реакцию, потому что именно здесь и рождается наибольший эмоциональный отклик. В общем-то ничего плохого не сказал, да, но он мог промолчать, как какой-нибудь такой вежливый человек-интеллигент бы сделал. У него тоже может быть там вполне, то есть его мышление супер развито, но при этом он специально или неосознанно забрасывает такие крючки, которые вызывали бы эмоциональный отклик. Я сейчас где-то 92, я постоянно развешивался был 90, сейчас ну, бухаю чуть-чуть, пью каждый день, может 91 там, потому что плюс-минус, в том году мы вот с ним туда заехали. Видите, да, ему плевать вообще, что вы о нем думаете, он говорит, ну вот бухаю чуть-чуть, там пью каждый день, даже не просто ему плевать, да, а он как бы, ну я не знаю, еще раз, специально или неосознанно, но ему вот важно вбрасывать такие крючки, чтобы вызывать у нас эмоциональные отклики, эмоциональную реакцию. Он как бы своим поведением говорит, да мне похуй, думайте, что хотите. Я вот такой, вот я так живу, то есть он как бы заявляет. Это проявление такой здоровой, кстати, где-то даже уже граничаще с не здоровой, проявление агрессии. Вот это вот заявить о себе, как бы о своем местном, заявить правы на место под солнцем, то есть он как бы своим поведением, своим вот такими высказываниями говорит, да, я есть, вот я такой, что хотите от меня? я вот такое все что надо но это такое конечно найти привилегия лидеров ведущих за собой людей то есть либо мы ведем за собой людей до либо мы следуем за кем-то но вот он явно из тех кто кто ведет за собой да кто не будет ни за кем следовать я есть если вам нравлюсь погнали если не нравлюсь до свидания это была своя команда велосипед на называлась она как ее практически все что было у олег интервьюер говорит да у олега была своя команда и называлась на как практически все что было у олега то есть тинькофф это еще одна такая характерная черта в своей книге он насколько помню писал о том что да вот я называю своим именем своей фамилии проекты потому что я как бы несут за них личную ответственность он говорил с волшиной на эту традицию в других странах по моему германии о том что вот ты называешь своим именем и как бы ставишь печать такой знак качества как бы что ты несешь ответственность за эти продукты личную ответственность за качество за продукты за сервис но конечно же и это имеет свое место бы и да и не только это тут еще и и эгоизм да и вот это вот желание воткнуть блять флаг на марсе что да вот это я я красава вот это я создал это я создал и это такая потребность и в признании прежде всего да и и какой-то вот потребность в влиянии на мир до видеть свое влияние ощущать что что-то создал и ощущать что другие это видят и признают это признают мою крутость и ничего страшного блин здесь нету если вы тоже себя ловите на этом да и прекрасно мы можем бороться с этим своими теневыми сторонами а можем осознавать их в себе жить с ними признавать их и даже кормить этих эти потребности через это делая какие-то вот великие добрые дела создавайте это крутые проекты да дурак был патриот тот патриотизм весь улетучился последний год вот последние 18 месяцев ну шовинизм патриотизм все это вот что-то хотел ну как приятно не знаю моя команда выиграла тур де франс команда в зачете два раза у эль ту испанию очень радикальный человек то есть вот если он как бы у человека которого нету серого да я думаю что семья конечно его там ну вот сам об этом говорил что жене его там можно ставить памятник да что она его спасла но я представляю как насколько не просто олег вообще в быту и в общении потому что у него нету как бы градации серого до у него есть черное и белое вот он если топит за что-то то он топит до конца вот просто из крайности в крайность и если вот это хорошо сегодня для него все вот только это только все на максимум да потом меняется его точка зрения какие-то меняются обстоятельства все теперь то забыли только так и никак иначе у него как бы мир делится на черное и белое и конечно такие люди не просты в общении но то что вот он всю свою жизнь живет с одной женщиной в одной семье это и ему респект уважение и конечно же прежде всего его женщины тур фландрии три раза чемпионат мира с питер саганом круче ну я не знаю чем они выиграли мы выиграли все ведь я спонсировал пошли нравился порпишь а сам занимался там сказать я там гонялся я был мастер спорта я как сказать там был сборной кемеровской области чемпионате россии один раз третьим был и так далее так далее я там это для меня было очень прикольно я тратил деньги искренне это в одну калитку у меня ничего нету от этого но реклама ты до рекламу да то рекламу согласились согласен реклама это я получил бренд а что касается но у меня нет асад никакого от этого душе мне так хотелось понимаете мне похуй так чувство понимаете вот он говорит да подтверждаемые слова мне похуй я так чувствую то есть него такой человек импульса вот он придумал себе какую-то цель все ему важно вот достигнуть в этой цели в направлении цели максимума просто ну и когда он говорит там я ничего не получал конечно же получал просто не все выражается в деньгах иногда особенно для таких людей признание намного важнее денег я вот хотел так велоспорт в общем целом амбиции удовлетворены а главное что это очень дорого и бессмысленно не знаю мне не хочется и от наигрался в эту игрушку я сейчас был на над на джиро и там что-то сел в машину проехал один тапчик там мамали как тут я поняла не не что-то не щелкает надоело но еще это человек который вот есть люди дофаминовые если серотониновые да там дофаминовым надо постоянно переключаться с одного проекта на другой серотониновые там могут бежать там 20-30 лет в одном направлении создавая какой-то все более крупный бизнес олег это какой-то вот оптимум двух этих версий да то есть он способен бежать несколько лет в одном направлении он способен достигать каких-то очень больших высот в каком-то направлении но затем он все равно достигнув в этом чего-то вот что он для себя считается покорив какую-то вершину которую сам себе обозначил он теряет к этому интерес и переключается внимание на новый проект на какой-то новый бизнес там и создание чего-то нового не всегда людям так везет со своим характером да потому что сейчас все больше таких ярко выраженных дофаминщиков которые вот не способны там даже там год-два бежать в одном направлении все время не меняют 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 что-то и по итогу не успевают создать ничего великого я смотрю алексей даже в своей униформе ладача он не является конечно таким маркетологом как бы технарем каким-то но при этом он маркетолог на уровне своего мышления вот сейчас крупно в кадре его перчатка да с логотипом ладача и это сейчас же единственный по сути получается такой бизнесовый проект насколько я знаю который у него остался ну вот и здесь он пользуется возможностью его прорекламировать но не только здесь да он в принципе получается перемещается вот в этой вот своей спортивной форме логотипом ладача понятие как поиграл игрушку понятие все бросил мишку но не хочу мишку хочу там жираф некий другие там в голове есть приоритеты мне командой владеть правда не охота но прочитанная книга вся такая тема что до болезни как будто я считаю я был один человек а после другой у меня как бы такой раздел я там что говорил до болезни не считается вычеркните все сейчас все новое вот он даже признает за собой да что он меняет может как бы ну перебываться как это сегодня называют хотя не всегда это плохо да ну просто меняются обстоятельства человек меняет свою точку зрения я тоже нормально в общем то он не является тем кто там каждый день там перри переобувается в воздухе и вот он говорит что все что было до болезни считается после болезни наблюдал что он стал гораздо более мягким да он говорил там ребята простите меня все кого обидел но сейчас мы видим перед собой на самом деле старого доброго олега который не стесняется блять выражениях ему похер что вы там подумаете и снова мир у него делится на белое и черное если ты там красавчик ты красавчик если ты пидорас как он считает все ты пидорас для него поэтому банком научу банками я неплохо занялся можно сказать построил и можно сказать лучший банк в мире до сих пор я нет нет чего это лучше финтек в мире ну то есть как бы как как финте как digital bank тинькофф горечи нужно признать был лучшим мировым банком но как бы по факту там по многим параметрам понятно что смотря какой параметр взять ну что в общем и целом 8 то что он говорит это правда да я тоже очень горжусь этим банком что он был создан в россии банк тинькофф он кто как он об этом говорит да как он такой ребята все по фактам то есть пытается показать нам что ну я как бы очень скромный парень да просто говорю по факту как есть но конечно мы видим насколько в этом пафоса гордости такой вот потребности признание но в общем-то и по делу действительно гениальный проект просто развернувший вообще банковскую сферу в россии и сказать казалось бы которая ну имела время мы же все-таки там сколько отставали и в 90-х но там на 70 лет были выкашены выброшены из цивилизации такая штука получилось 2 вопрос что сейчас опять из цивилизации выброшены и наверное больше таких чудес как яндекс или тинькофф не случится ну время лечит конечно же вот сказать но вопрос в общем и целом обидно да сказать что так получилось что пришлось такую штуку бросить и мне обидно еще что многие такие либеральные и тоже как мне казалось честные ребята проживут например там есть такой илья писемский или сергей пирогов они оба жили в америке долго учились университетах там в бостоне жили в нью-йорке не знаю говорят на английский хорошо и по-английски и так далее так далее когда мы снимем столько времени провели в рот-шоу разъездах это были такие знаешь ну прозападные ребята умные эмпатичные и в общем и целом все понимающие но сейчас они остались там работают и сидят и у них там семьи от барселоне там еще что-то но я этого не понимаю более того ничем пытаются делистик сделать то есть по сути кинуть западных инвесторов что они делали они просто на глазах превращается в токсичность то есть как бы и вот это меня больше прекрасные хорошие блин честно говоря вот при выходе из банка да при своем отъезде при продаже банка он потерял там 97 процентов от потенциальной стоимости то есть когда-то там банк стоил 22 миллиарда значит на бирже то есть его доля там было порядка восьми миллиардов долларов он насколько там об этом писали до получил там порядка 300 миллионов то есть он получил там что-то я не знаю условно там три цента с доллара понимаете вот у вас есть какой-то капитал там допустим миллион рублей и вы получаете вам выдают в кассе на руки не миллион рублей да почему-то дисконта в 97 процентов да вы получаете на руки типа три процента всего то есть вместо миллиона рублей вы получаете сколько 30 тысяч рублей 30 блин тысяч рублей вместо миллиона ваши ощущения ну то есть когда мы говорим про 22 миллиарда долларов до его долю там размере восьми миллиардов который когда-то стоил банк на рынке да и 300 миллионов который получил наверное меня как и многих из вас терзал до жутких фома да вот этот эффект синдрома пущенной выгоды он достаточно искренне уже не первый раз говорит о том что ну как-то я это проживаю то есть он он не видно что он из этого прямо в бешенстве в каком-то да что он из-за этого как бы не может с этим примириться как будто он с этим как-то уживается и его даже он говорит что больше его беспокоит то что люди не идут за ним как бы он не дает людям право на альтернативную точку зрения вот насколько я там с ним знаком никогда то есть вот есть его . зрение и неправильное все но и опять таки это просто его ярко выжженная сторона которая является где-то вот слабый но его слабостью где-то его огромной силой то есть благодаря этому качеству он там может топить до конца добиваться своих целей не сворачивать выборов какую-то стратегию уже не сворачивать намеченного пути убеждать людей добиваться от них своего ну и вот это не значит что только такая стратегия работы до в бизнесе как и в природе работают абсолютно разные стратегии но это вот то за счет чего получается у олега ну вот данном случае он видите немного от этого страдает ему обидно от того что там люди с примен был знаком не разделили его точку зрения до выбрать другую сторону в его мере да есть его точка зрения и неправильная красные хорошие умные люди которые там участвуют дилистин ну да ты писать 5 процентов принадлежит инвесторам мировым до которым я продал которых сказать я вызывал а сейчас перейдут все в россии их просто кинут эти ребята этим занимаются ну молодцы чё видят читал я согласен шетка это самозащита то есть мозг устроен у человека там так же таким образом что он начинает себя защищать человек не может же утром просыпаться там или я там сергей в зеркало смотри я мудак вообще-то я чмо и он говорит нет ну понимаешь это обстоятельства вот там сказать или там за бабло они а там сам за бабло каши все они все жадные они все бабла не сигарет ну вот еще полгодика ну или у них основная тема у всех всех этих кто остался яндекс там ребята авито тиньков я так вот общался все эти что я я не беру других это там вообще а вот таких рефлексирующих думающих умных людей у них тема какая они там все вот это коллектив уж понимаете наши клиенты мы не можем не можем бросить наших клиентов мы не можем бросить наш коллектив ну то есть такой чушь себе придумывают а на самом деле обесценка как бы правды других людей вот если другие люди живут другой правдой то олега ну как бы нету права на существование другой правды вот он живет позиции я имею право мир не имеет права зачастую то есть не не во всем конечно да но зачастую вот я имею право иметь свою точку зрения высказываться там топить за что-то придерживаться какой-то позиции вы ребята либо вы со мной либо вы не имеете права вообще какого хрена вы там выбираете что-то другое как вы не понимаете очевидно каких-то вещей хотя понятно что вот те люди о которых он сейчас говорит ну у них тоже какая-то своя правда да если вы там выслушать их они тоже живут в каком-то своем убеждении что все делает правильно но лет им такого права не оставляя да и это даже немножко по детски такая детская позиция он как бы еще и обижается на них то есть его это эмоционально триггерит он не не оставляет им право думать по-другому ему обидно от того что как это так вот значит я пошел а вы за на не пошли в деле все за бабки конечно за бабло продались просто любят бабки придумывают себе вот такие конструкции типа мы не можем уехать а как же без нас а кто же если не мы а если мы все бросим ну да ну другой подберет на все равно будет налоги платить просто к а без обесценка до мнение других людей и вот с такими людьми вот стив джобс у него был еще более ярко выражены да вот этот синдром то есть такие люди они делят людей на гениев и дураков стив джобс частности да и причем страшно это было для людей то что очень легко было переместиться из одной категории в другую то есть сегодня ты гений сегодня ты красавчик а завтра у вас разошлись в чем-то мнение все и ты моментально перемещаешься в папку конченых идиотов и больше не существуешь для этого человека вот у олега может быть не в такой радикальной это степени но тоже присутствует то есть я уверен что часто его жизни или периодические люди перемещались вот из одной папочки в другую да и вроде как вчера они были такие вхожи в его жизнь да такие признаваемы потом расходились взгляды и все значит ты ты моментально скатываешься в папку идиоты трасса в крылацком чуть ли не одна из лучших в мире не лучшая уникальная говорил слова это разные уникальный заключается в том что в таком мегапу не лучшая а уникальная это разные вещи то есть зачастую олег просто сам открещивается от своих слов периодически иногда он просто говорит я не помню что этом говорил но вот эпизодически да он говорит что извините меня блять это разные вещи то есть как бы акцентирует внимание на каких-то нюансах в общем во всем его поведении на в том как он говорит в том как он сидит в целом очень много пафоса конечно такой позиции сверху на типа он такой немножко снизошел быть до интервьюера и в общем-то она заслужена не по какому-то статусу там до какого-то олигарха а именно по заслугам по его дату с большим уважением отношусь к людям создателям чего-либо так творцам и он действительно создал крутые проекты и действительно нам остается только учиться у него дать чему-то вот в плане бизнеса но вот этот вот пафос я думаю что этого неотъемлемая черта которая была ему присуща еще там до создания банка и каких-то крупных проектов это в принципе опять-таки одна из сильных сторон на которую он едет как бы да такое прокачанная прокачанного мышца люди которые живут позиции там я имею право ну мир признает их право да как правило такая перед ними стелется красная дорожка к сожалению эти люди не всегда дают как бы другим право на не всегда не живут парадигме я имею право мир имеет право вот иногда ты как у олега такая позиция я имею право мир не имеет право и вот мы в итоге видим эти проявления такой вот позиции сверху в папа си немножко как бы он ставит выше себя да даже немножко множко смотрит с высоко на своего собеседника полисе там 20 миллионном в центре его находится трасса сказать там по моему при этом он всегда пытается показать что ребята я такой как вы да у него даже книга называется я такой как все и скорее всего вот он если если олег осмотрит меня он думает ну чё там пиздишь да вон я вообще простой доступный катаюсь с парнем на велосипедах книгу он там писал да я типа такой же как как все но блин мы все видим по его подачи да если бы я не знал даже русский язык а просто слышал бы интонации этого было бы достаточно чтобы вот считать этот пафос такую позицию позицию сверху и много на 20 было 18 сколько 13 он даже 20 мне какого-то 20 достаточно большая но она там все свете выходить стал на улицу даже если я замкнуть там пускай она будет 15 все равно уникально там уже большие гонки проводить если закольцеваться да можно там что-то не то есть это уникально нигде в мире этого нет вообще ты идея очень крутая была советских товарищей 2 прошлом сейчас ее застроили и запоганили все такое и и собянин там хвалится с рода вечерку он москву установил но я считаю пока крылатскую трассу он не восстановит ничего там сейчас мотоцикл и собянин значит говнюк потому что ну это реально уникальная штука и там до сих пор ее как-то еще можно восстановить собянин говнюк видите просто олегу ничего не стоит человека поместить в папочку идиоты да и говорить об этом вообще не стесняясь он не боится как бы потерять какие-то связи замечали что те люди с которыми там вчера мог нормально общаться я не говорю сейчас про себя и вообще в принципе завтра может сказать да это говнюк и он абсолютно не боится как будто бы потерять вот эти связи причем даже бывало такое в его там бизнес пути что потом эти связи восстанавливал тогда когда ему это было необходимо например для ведения бизнеса но это вот какое-то удивительное редкое качество это какое-то немного отклонение да от нормы потому что люди держатся за стадо да мы стараемся лишний раз кого-то вот не обижать ну чтобы особенно сильных людей да там таких как собянина например на как бы людей из какой-то наделенных какими-то активами властью там ресурсами и так далее олегу вообще похер да он в этом плане абсолютно самодостаточный и автономен да он не держится за других людей а ведь можно ее там замкнуть на сколько москва может лишиться знаменитые кольцевой велотрассы в крылацком вопросе ответ то есть молода мало инфраструктуры дальше люди катались удовольствием по что я уже говорил поставить велик кстати от команды осталось видите семь лет эксклюзив видите как он придает значение деталям типа смотрите вот у меня даже бутылочка там значит ей пользовался там такой-то такой-то там до какой-то гонщик из команды и вот и я и вот это с моим именем то есть человек который любит побрякушки особенно со своей этикеткой да вот именно со своей этикеткой то есть другой бы просто попил бы да и не заметил а ему будет куча с олегом да он такой ну вот видите у меня какая-то охрененная штука то есть он сам как бы создал значимость для себя вот этой бутылки да и вот он говорит это смотри бля чего у меня есть типа ну то есть и этот человек нам говорит того что да я там как бы мне ничего не надо я сделал по доброте душевной ну мы сами не осознаем часто своих потребностей да и не осознаем то за счет чего у нас все получают что-то в бизнесе поэтому вот такие люди большими результатами да я больше сторонник нет не того чтобы их слушать даже до что они говорят потому что они сами могут до конца не понимать свою формулу вообще успеха и могут какие-то другие вещи называть ну как как слагаемый своего результата большого а я сторонник больше того чтобы наблюдать за ними потому что вот успех оставляет подсказки когда мы наблюдаем за такими людьми да мы видим что у этого вот такая там травматика вот такие там у него синдромы да вот это вот такие там потребности и вот за счет чего-то вот такого до своего присущего только им у них получается вообще конечно там у всех эти слагаемые разные поэтому и интересно наблюдать разных предпринимателей не конечно у нас классно в общем-то велосипедная школа и вообще ну а почему люди не будут кататься ты смогла тут дороги такие вот классные мне кто-то сказал кто-то не помню умную мысль она мне показалась достаточно странный но сейчас я с ней согласился не поверил больше и больше они говорят они не хотят показать просто обрати внимание когда показывают туры там гран-туры все по сути для многих я даже недавно тоже узнал что люди смотрят например тур де франц они как бы путешествуют глазами западные люди не российские то есть для них это вот путешествие по франции они видят регионы смотри что очень много видов с вертолета красивых и красивых и якобы одна из установок была там чуть ли не администрации президента что это не надо показывать потому что зачем русскому народу особенно на бесплатных каналах смотреть какие как красиво же богато живет то есть настолько представляешь смотришь турфландрии и там домик к домику все красиво вот они рядами стоят все хлопают пивко пьют по воскресеньям обычно пасху турфландрии кстати и как бы одета красиво все добровольно прикольно что у него очень высокая значимость себя и не такая высокая значимость других да вот он говорит что мне кто-то сказал я не помню кто и я вот тоже не первый раз от него это слышу да когда он говорит по-моему я слышал это еще где-то что ну вот кто-то сказал там вот такая фраза о чем это говорит да если мне кто что-то сказал да и мне это запало в душу я скорее всего запомню кто это был да кто был родоначальником этой мысли потому что я выражу какой-то ну у меня будет какой-то внутренний респект к этому человеку у олега такого нет да то есть он уже просто забрал чудо идеи присвоила себе и и теперь уже авторство как бы и для него не важно забрала и забыл бродушные как бы ну это не популярно чтоб там люди в тюмени вот смотрели как то он же загнивающий запад там сказать а тут все так чистенько так с вертолета вот так все вот такая европа вся чистая вылизанная красивая и одна из тем что они это не показывают не показывать красоту европы я в нее чет начинаю верить в эту идею есть же такие тупые люди которые называют не олигархом есть еще более тупые люди которые меня называют что-то там что-то влиятельный с кем-то и у меня не было никаких связей я просто построить то есть от него получить вот этот маркировку там тупые люди или там идиоты или там дураки ну просто на раз-два я боюсь опасаюсь что если он когда-нибудь посмотрит это видео то и я для него тоже окажусь моментально просто в этой категории ну не знаю просто из-за любого из-за любого вы из-за любой высказанной мной мысли но в общем-то это все лишь мое частное мнение да мои 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 наблюдения вот со стороны на это в общем-то великого предпринимателя в бизнес занимался бизнесом катался на велике про акции выросли на бирже из-за этого стал богатым я никакой не олигарх просто мне акции выросли 17 до 120 и я разбогател никаких у меня связи в кремле нет никаких администра просто у меня акции выросли 17 до 120 то есть типа ребята блять попробуйте повторить типа да я вот такой крутой чувак и все время как бы подается это под соусом такой скромности на скромности ну требует у человека душа признания благодаря этому все имеем возможность теперь пользоваться крутым продуктом администрации президента и ничего у меня нет возможности лоббировать телевидение как 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 какая возможность у меня есть но я говорил так встречал иногда в коридоре почему всячески как бы старается продемонстрирую что мне признание неважно да типа я там не дружу с властью я не перед тем не стелюсь он этим гордиться прямо да вот в нем еще это уживается потребность в признании с бунтарским характером да и по важность идти своей дорогой вот для него это супер важно не быть в мейнстриме идти своей дорогой и вот одно другим как-то дружит у него и то что он сейчас говорит да что поэтому никому не заносил там ни с кем не дружу там никого влияния у меня нет он показывает что вот я один сам по себе я все это сам сделал но всегда ему важно чтобы это другие увидели чтобы другие признали что типа вот он шел своей дорогой покорил аверест и что он красавчик что называть каких-то гулянках пьянка в кормсу пойду скажу господин эрнс вот надо велоспорт пока звучит такое говорил ну кто я такой чтобы они меня слушали нашим звонили с кремля все уехали я все-таки отстал на втором часе обычно помните вы здесь были люди молодой парень до отстал от олега которому вот если здесь правильно звучит возрастом 55 который пережил рак крови насколько правильно называю диагноз и вот он куда-то улетел олег да на велосипеде ну какой просто какой дух до марафонский спортивный кто-то после ну таких вот там переживаний стрессов болезней вообще бы никогда больше не сел на велосипед вот такие люди и покажут что нет ничего невозможного до что какая нахер разница что там говорят врачи до потихонечку начала и ребенок же как-то блин доходит до того чтобы стать олимпийским чемпионом но почему взрослый не может заново там прийти к тому чтобы снова гонять на велике не сказать что там у меня сын сильно смотрит младший не скажешь я там сильно что-то все знаю ну как чё-то знаю там что-то смотрю там знаешь что месси в майами например я скажу больше я иногда смотрю спорт секцию в этом самом вам на рбк мне мне так смешно там что-то пишет про скандалы каких-то фигуристов кто с кем расстался кто там жопу показал кто сиську какая-то ухтомашева кто еще то есть я понял что русский спорт сейчас все про то про показать жопу там сказать или паркет сексуальные скандалы или еще про что ну это понятно что это такая фантасмагория смешно там избирательное восприятие да вот если олег во что-то поверил как и любой из нас кстати то он будет везде находить подтверждение своей теории то есть если он уже признал что все что связано с россией плохо он будет везде находить подтверждение этой теории спорт плохой блять дороги плохие все херово там люди не те все не то когда-то он топил что в россии там все строится зарождается вот что все там неплохо есть такая статистика что больше 80 по моему процентов научных исследований подтверждает изначально гипотезу что если мы во что-то поверили да то весь мир вся наша реальность будет подтверждать этот факт то есть мы будем выдергивать и на те кусочки правды которые подтверждают наш взгляд подтверждают нашу правду ну и вот олег сейчас ярко это демонстрирует на он для себя все что там связано с россией уже закрасил черной краской да и теперь все для него не так и не и тогда огурец смешно там что-то фидун заявил про спартакт там цска там чего-то краснодар какой-то в ничью сыграл я не то что не кликну я стараюсь быстрее промотать это все он как какой спорт в этой стране то есть без международного участия какой-то бред у него там свои кита установки там себе придумал там краснодар галецкий себе придумал олега правда а все что не все все что вот расходится с мнением олега это все там этого ребят себе придумали но это и помогает ему добиваться таких больших результатов потому что он просто доталово верит то что делает он вот доталово верит в свою какую-то правду человек который настолько фанатично не предан своим идеям он и не создаст каких-то вот таких великих продуктов да он не перевернет рынок да он будет только следовать тому что уже вот протоптали до него вот в этом плане такой бунтарь которого вот он верит свою правду так будто бы она уже свершилась как будто это уже вот факт состоявшийся и за счет этого у него получается какие его мальчики эти его мальчики он просто в отличие от меня ну на международном рынке не работал что там она не так работает мальчик как-то хорошо начинает пинать они тут же заключают контракт с другой командой и уезжают оттуда из этого говна и плевать им на этого галецкого что он на них там потратился и душу вложил спортсмены они все ну и справедливости ради искать нормально они все продажные что у них короткая жизнь у меня какие ребята олег мы тебя так любим там то мы предлагали контракт больше полмиллиона они убегают спортсмены справедливости ради все продажные у них короткая жизнь спортсмены ищут у них агента где больше платят поэтому от того что мне лично сергей сказал последний раз милан я не могу бросить ребят мои ребята моя молодая школа ну парадокс том что эти ребята его с удовольствием бросят как только им предложат контракт все такая я скажу вам честно о эксклюзив же с одной стороны было бы очень интересно познакомиться с олегом с другой стороны да есть опасения и очень высокая математическая вероятность когда ты заводишь знакомство с таким человеком что ты рано или поздно вот когда какое-то неосторожное слово просто моментально переместишься в папку вот и идиотов уродов и так далее но надо дать ему должное что точно так же ты можешь как-то каким-то образом вернуться и обратно папку хороших сюда что-то надо я потратил своих личных денег примерно миллионов 50 евро личных прям там банковские еще потом то есть я где-то 50 миллионов евро потратил на велоспорт в общей сложности за все это время и я за это обратите внимание ничего получил приходя возвращаясь галецкому он там все там галецкий галецкий у него стадион-то частный и он умрет его дочка продаст его там за 100 миллионов это стадиону я там на насчет парка не знаю наверно государственных номер передал города молодец стадион у него частный обращаю внимание команда даже час на команду можно продать она наверняка стоит как минимум тех же денег сколько он не инвестировал вы помирились галецкий сделавший блин великое дело до создавший там клуб академию парк стадион ну вот олег находит как и это обесценивано что ребята чего там вы смотрели галецкий галецкий частно там все продать и все типа чуть ли не барыга получается теперь галецкий хотя галецкому конечно же отдельные аплодисменты но у олега это оценочное осуждение до выносить оценки ставить диагнозы людям там ярлыки вешать на них это конечно детское проявление но пожалуйста вот мы наблюдаем в том числе среди сильных мира сего до людей создающих там огромные компании большие бизнесы в том что вот такие детские проявления это вот нам на тему того что не не сотвори себе кумира да нет такого что люди которые там наверху что они в чем-то там умнее взрослее сильнее нас просто у них есть какая-то удачная комбинация каких-то своих в отличных качеств которые в итоге выстреливают грандиозный результат нет я с ним не мирился и он мне не звонил я мне звоню а чё нам говорить и я считаю что он трус вот и все что мы с ним сидели даже немножко риторика детской дает если все это звучит детским голосом то будет очень органично ночью я с ним не мирился и он смо не мирился я ему не звонил я считаю что он трус то есть все это произнести детским голосом все этот это будет как бы такой типичный детский разговор мальчиковый такой говорили он он сказал то же самое сказал да я тоже за как и ты все это молодец я тоже заявляю поддержку а потом он просто испугался прикрылся там стадионами ребятами какими-то я не знаю ну ребята и чё там чем эти ребята ты живешь один раз у тебя карма ты должен как-то мне кажется как человек поступить они прикрываться там какими-то краснодарами и какими-то там клумбами или чем-то всей парками тем более все построенными пускай стоит я тоже построил тот этот пиздеж мне поднадоел галецкий построим по этим лень с кузнецкий посмотрите что я в своем родном городе где кстати не живу ну то есть типа такое детское проявление что чего там со своим галецким носитесь меня посмотрите вот я стою на табуреточки вот я тоже сделал в ленске кузнецкому и это я не про обесценку того что сделал тиньков да а про его обесценку того обесценку им того что сделал галецкий тиньков безусловно красавец если меняет свой родной город к лучшему но вот как он проявляется по отношению галецкому который тоже безусловно молодец это конечно такое детское проявление уехал 40 лет назад что я там построишь я там сделал поеду если бы я жил в нем я бы еще больше сделал поэтому сказать мы все что-то сделали жизнь нас рассудит там судят кто мы такие чтобы судить не не общаюсь но мне больно я станцир хорн у анталзин целом андред и в тур на лист виктор то есть он как бы всем своим видом показывает типа ребята да плевал я на ваши там языки и произношения вот я такой типа все принимать меня таким какой я есть вот я бунтарь вот нравится вам не нравится я такой то есть ему важно проявлять какую-то свою самобытность какую-то свою вот индивидуальность и он причем понимает что где-то кого-то он может задевать своим поведением его от этого кайфует он получает от этого наслаждения вот когда он понимает что он кого-то триггерит мне кажется я бы не достиг успехов в бизнесе если ты не занимался велоспортом потому что когда ты можешь терпеть по 5 по 6 часов ну раньше как я занимался на пульсах там 150 средних то есть понятно что максимальных до 190 сидеть в офисе просто целый день 12 часов и . кайф на пульсе 60 без проблем это один аспект что тебя очень крутая мысль и это для всех для нас урок того что какие-то очень сложные навыки порой качаются через какие-то совсем простые практики и в том числе например обратите внимание на то какими видами спорта вы увлекаетесь если все увлекаетесь да если это принтерский виды спорта где вот ускорение торможения ускорение торможения дату вы скорее всего и в своей деятельности в основе такой же да то есть начинаете заканчиваете бросаете начинаете переключаетесь на бассайте например бег на длительные на длинные дистанции или там велоспорт это все про воспитание марафон ского характера он грит когда ты способен там часами выдерживать высокий пульс у тебя забиты ноги у тебя там все отключается я как-то ездил такой вело тур по алтаю я охерел просто вот у меня ноги отключились первый же вечер просто впервые со мной такое было что у меня отключились ноги я просто ничего не мог иметь сделать не просто вот были как палки в общем я понимаю какие-то нагрузки колоссальная и когда это вот не разово да когда-то у тебя как дисциплина на когда-то у тебя такой регулярный спорт действительно это воспитывает такой марафонский характер поэтому хотите вот перейти в разряд марафонцев бизнесе да уметь создавать какие-то большие длительные масштабные истории пожалуйста очень простой прием это выбрать себе марафонский спорт где-то где вам придется терпеть придется терпеть вот где вы будете воспитывать в эти свои волевые да когда такой вот привыкать под этой крутине к монотонность монотонной нагрузки что она есть и тебе никуда от нее не деться вот он прямым текстом это проговорил далек что это выдерживаешь там пять шесть часов высокого пульса такой колоссальной нагрузки то потом простить 12 часов в офисе вообще легко что это такое а потом эти склады это складывается в года построение вот какого-то масштабного бизнеса когда ты не сворачиваешь вот выбранного пути это один аспект что тебя дает велоспорт а второй это то что победить победитель ускорился вот здесь ты видел со штефаном в этом вот в этот пригород и он горит ну в тебе типа он даже говорит там не за на камеру попал он горит в тебе этот гонщик никогда не умрет но это так и есть ракандаш ты гонял спусты когда стоишь на подиум то есть он говорит рассказывать историю до что не только с этим журналистом с интервьюером он зарубился да но даже с их сопровождающим который видимо является вполне себе там спортсменом алексом возрасте тоже зарубается потому что ему важно быть первым вот ему важно быть первым от этого такой спортивный такой достигаторский характер победителя первое место для всех вот это ну даже второе или третий классический оляж с губком я с детства к этому привык и поэтому для меня там быть там производстве пельмени вторым или третьим плохо или там и или там пиво производить хотелось лучше или банкин когда я пришел хотелось всех трахнуть там хотелось то есть он сам гритом что-то у него с детства и психолог бы в детстве говорил о том что какая-то травма там произошла до или как вы не так воспитывайте что вот ребенок у вас там значит не может просто сам по себе кайфовать там да а ему вот важно там значит соревноваться с другими и побеждать их до что вот что же вы там кто-то из психологов могут могут сказать что что вот ребенку то жизнь портите да но в итоге видите во что это выливается вот моя подруга психолог говорила не приведи бог родиться у правильных родителей у идеальных родителей у идеальных родителей то есть расти как огурец в тепличке на в идеальных тепличных условиях не на чем ехать потом будет если мы рождаемся без каких-то ну там растем значит детство проводим без как без формирования каких-то там комплексов травм каких-то вот таких вот соревновательных моментов даже нам важно там зарубиться и обойти кого-то там обыграть кого-то то это потом превращается в том числе в наши сильные стороны на которых мы потом всю жизнь чего-то добиваемся если мы возьмем каких-то крупных бизнесменов спортсменов там посмотрите биографию там майкла джордана криштиану рональдо там майкл джордан величайший баскетболист до в истории младший брат младший сын в семье и вот отец значит все время как мужчина воспринимал старшего сына все дела какие-то мужские дела с ним и абсолютно игнорировал младшего своего майкла младшего сына и вот майкл в итоге проводил на площадке в зале больше всего времени больше чем вам любые значит его однокомандники одноклубники и в итоге вот стараясь всю жизнь доказать отцу что он тоже мужчина что он вообще-то тоже заслужит заслужит внимание что он тоже молодец как бы заслужить эту гордость отца признание отца и в итоге вот мы имеем величайшего баскетболиста в истории то же самое вот нам сейчас демонстрирует олег на говоря о том что вот этот соревновательный характер каким-то образом сформировался у него еще в детстве хотя конечно человеку саму человеку удовольствие этом в детстве не доставляя до особенно когда человек проигрывает то есть он не может насладиться просто процессом вода езды по по прекрасной там какой-то местности ему надо зарубаться и побеждать а если вдруг не побеждаешь блин ну все как бы уже поездка не удалось перестроился то есть вот люди превращаются таких результатников победителей в достигаторов но зато мы потом к счастью имеем возможность пользоваться какими-то великолепными продуктами было перед нами к там альфа в т.б. ну сбер понятно невозможно конкурентная система а в общем целом то ну мы всех и трахнули и можешь сейчас представить потом когда мы пришли я очень тонкий подъем защитным как говорится очень тонкие прокинул интервьюер олег на этом своем пафосе значит утверждает говорит о том что вот я хотел всех тракнуть ему в общем-то всех и тракнули и интервьюер в этот момент мне не выдерживает разворачивать камеру на себя и говорит о том что а потом вас как бы этого не замечает и продолжает дальше но это было тоненько это было красиво пришел я придумал я вот так ехал на велике тинькофф банк придумал когда ехал на велики в в америке сша под сан-франциско там такая есть гора монтонбул пайси яйца придумал а то а то момента альфа бил уже как сказали бы психологи у олега все в порядке с присвоением себе заслуг на с присвоением себе побед обратите внимание за все интервью ни разу в положительном контексте не прозвучали имена каких-то коллег с которыми создавался этот бизнес не прозвучали там именно партнеров которые помогали там в создании и становлении банка конечно же олег то все создавал не один до у него был управляющий который был с ним самого начала оливер но все заслуги олег успешно представить себе и это не значит что он говорит мне правду да это не про это это про то что в его голове вот он капитальный красавчик это сделано его руками он это создал вот все что вспоминает это все вот про себя про то что я придумал я создал я сказал я сделал то есть он если кого-то проблемы с присвоением к себе там заслуг да и есть люди которые там постоянно горят мы 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 вот мы сделали вот мы построили вот а там и это тут мы это то олега совсем другая ситуация него все время я я я я я банк типа 10 лет уже как существовал вот мы пришли и через десять лет через 18 правда 18 сейчас тинькофф сильно больше альфы ну то есть там тинькофф по моему часам 30 миллионов вальф там 20 миллионов клиентов то есть рахнуть альфу но это же круто без нет и я мне кажется что для людей взрослых которые люди взрослые занимаются спортом потому что я послал видео просто она пишет ски купить настолько ему важен он и совсем не так важны окружающие что он может вполне себе позволить перебить просто вообще то есть значимость себя очень высокая вот я имею право мир не имеет права интервьюер там прямо задает вопрос и и просто где-то вот не дожидаясь ни паузы ничего прямо просто вот в разрез ему он бросает там что-то про пиццу про смс-ку от жены очень высока вот этого значимость я да значит значимость меня самого а вы ребята там вот я до вас до всех не зашел к его сверху такое вчера я выпил литр пива и виски хибики еще вот я такой пускай вас это триггери да и честно сделать вот любить меня таким какое есть чувств когда антибиотики с алкоголем нельзя нельзя вакцину антибиотик и алкоголь я звоню своему профессору грибину он гиталит почему у меня такой русский такую хрень спрашивает вещи наш алкоголь нельзя с вакцина алкоголь и застань полный бред можно алкоголь с вакциной можно с антибиотики проблем нет алкоголь это имеется ввиду два бокала вина супруга бутылка на двоих без понимаешь она тоже кстати очень важно еще скажу такой очень крутой инсайд то есть и дон нельзя мозги себя нагружать и да иначе ты будешь с ума сходить и мои наблюдения у меня много таких было кто вот сильно увлекался маранган сумасшедшие в жизни они вечно форме и они реально сумасшедшие то есть надо выпить иногда расслабиться ну то есть вообще не не это полезно просто когда себя нагружаешь сильно когда ты нагружаешь сильно то ты просто ну у тебя же голова страдает загоняться или например когда ты вот болеешь вот я сейчас там в сложной ситуации я три года по больницам знаешь какой моральный психологический метр мне тренер мне доктора доктор был мой тренер он сказал выпей выпей играть распусти себя отпусти свой мозг просто ты горит представьте это еще ты будешь там не выпить поэтому иногда нужно выпить мне надо пить бутылку и даже половина просто выпил и все в этом фишка ну вы же русские не все могут остановиться вы говорили что россиянам невозможно выиграть тур де франц полностью командой и это даже неправильно не вопрос россиян на вопрос любой нации просто мир устроен господь бог что во всех странах рождаются там же талантливые швейцарицы а сейчас вот датчанин талантливый мини гард выиграл два тура подряд тебя надо лучших талантов со всего мира собирать просто национальной командой команды по национальному признаку в велоспорте никогда себя не показали там были несколько попыток итальянские русские испанские полный бред кстати у него ничего не получилось он не эту хрень рассказывал лет 15 назад и полный бред хрень вот просто максимальная и при этом галлийский это точно тот человек которого олег уважает так ведь которому он испытывает уважение и и вот все равно он такой знаете он считает что он правдоруб вот но я бы назвал это по-другому на какая-то был такой прикол на эту тему что я если какому нужно нахер твоя правда да если все всем от нее плохо вот если ты всех обсираешь в чем как бы ценность на этой правды вообще все мы вот являемся средой либо для роста либо для падения и вот олега кто-то назвал бы токсичным человеком да потому что рядом с ним может быть тяжеловато потому что может обесценивать он может тебя как бы критиковать он может тебя там опускать обзывать и это точно не расправляет крылья до зачастую подрезает их поэтому но к нему надо и привыкать и быть готовыми как-то адаптироваться да я думаю к его обществу потому что такие люди чувствительные могут в его бы среде вот в его окружении могут конечно проваливаться куда-то вниз эмоционально я вот это муж и мульки не понимаю часто журналистки это выдергивает цитаты с прошлого и что ты типа но это особенно любительница этой херни но она не журналист она каш говно но тем не менее собчак ксения вот она любит она не журналист она конечно говно и она подловила м так кайфует господи человек 10 лет одно мыслил 15 лет по другому ваш что-то сейчас думаешь и важно задай ответ я дам вопрос а там вот этот кайф это вот журналистки копаться в говне что-то выкопать неудачную фразу сути вот я с дудем дал осетинской с тобой но здесь я будет такие просмотры как у дудя больше или хотя бы как у осетин да чё там этот дудь господи дудь вообще говно уже и дудь говно в общем все говно интервьюер который сейчас который сейчас берет интервью да может это не понимает но рано или поздно и и он может оказаться в папке говно хотя бы 3 миллиона соответственно что я хотел сказать важно вот это передать а не ловить что там как тот сказал из контекста много на выдергивали еще почти ты говоришь вот так из контекста выдернут и уже по другому звучит тоже ну и конечно когда он столько говорит вот радикального она то потом очень легко его ловить на всем и он от этого немного страдает но сам по жизни может он не осознает этого да но его очень легко потянуть за какие-то слова потому что он просто вот именно разбрасывается направо налево эпатирую так сказать да ну и действительно периодически меняет свою точку зрения и в общем то смена точки зрения это нормально да там меняются обстоятельства жизни этом люди взрослеют люди меняются или там наоборот что там с ним происходит они могут менять свою точку зрения просто он настолько радикален своих позициях да и он так как бы ими вот ярко разбрасывается ярко закидывает так потом не в ничего не булирует да что потом вы конечно просто для журналиста теньков просто находка потому что там можно столько надергать всего из-за сказанного им а он может сказать просто потому что мы funktion настроение такое вот он так чувствует в контексте ты говоришь в одной фразе так 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 часть вытащить потом мне это говорят это я даже не помню когда я это говорил в частности я не помню когда и защищал там что не пускают на олимпиады читам наш к кому-то контексте на какого-то нашего гонщика не взяли, я что-то за него заступился. Я не знаю. Да я вообще в Россию не верю. А как я могу верить в развитие спорта? Если я в Россию не верю. То есть отдельно он не может там качаться? Ну, то, что сейчас происходит с этой изоляцией, я думаю, в России просто... Я думаю, что спорта вообще не будет. В ближайшие пять лет. Вот это все последние там зачатки. Ну, как нет соревнований, нет международных соревнований. Так сказать, ради чего? Зачем человеку заниматься спортом? Он не может поехать на международные соревнования. Пусть там они это говно, лопатой хлебают. Вы верите? Удачи вам там. Вы верите в это? Честно? Мне похуй. Поехали. Просто вот он может откреститься. Вот помните, мы говорили сегодня о том, что у него нет вот этого вот... Вообще-то, как бы присущего человеку от природы стремления удержаться в стаде. Как бы, да? Быть сопричастным. Потому что вообще-то это же такой очень древний страх изгнания. Что тебя изгонят, и ты пойдешь из пещеры куда-то в темноту, и там где-то сгинешь, пропадешь в какой-нибудь саванне. И у него вот этого нет. То есть он может откреститься от целой нации, от 300 миллионов человек. Ну, там 150 живет в стране, еще 150 за пределами. Может откреститься от всех, да? И сказать, там, мне похуй вообще. Всех обозвать как бы дураками, да? Всех вот для себя похоронить. И, ну, не хорошо, не плохо, да? Как есть. Просто вот такая особенность характера. Вообще, для меня здесь интересно то, что это, ну, что-то уникальное. Это такое отклонение от нормы. Вот у него этот страх быть изгнанным, он как будто отсутствует. Он как бы живет в парадигме, что вот я такой, и я пойду, если надо, один. Но все равно там, как бы, мои люди, которые... Найдутся те, кто разделит мою точку зрения, которые люди, которые пойдут за мной. Неожиданная песня. Профессиональная бутылка, как они говорили, как они бачок. Тротим Тинькофф. Пуш-ю-лимец. Ха-ха. Ес. Отлично. Ну что, что... Да, что ты хочешь сказать про... Как некоторые считают, что ем монтенбайк, это длиннее Нивах. Да не, это топ вообще. Пока... Потратил калорий чуть-чуть? Ты держишь, у тебя 500 просмотров. Хочешь миллион? Да. Короче, так. Я должен сделать камин-аут. Я гей, между прочим. И я решил, что я женюсь на английском лорде. В октябре у меня свадьба с английским лордом. Ну, просто... Сам факт, да, эпатажа очень важен, да, при привлечении внимания. Олег... Вот мы можем его воспринимать по-разному, да. Мы можем осуждать его, там, он может кого-то триггерить. Но если вы сумеете подняться выше и посмотреть, что он, в общем-то, не хочет вас обидеть этим, да, а это просто его натура эпатировать, да. Он кайфует, испытывает кайф от того, что он кого-то триггерит. И если вас триггерит, ну, я поздравляю вас, вы играете в его игру. То есть вы ему помогаете, как бы вы его... Вы даете ему вознаграждение. И в следующий раз он будет продолжать играть, конечно, в это. А когда мы понимаем просто, что происходит на самом деле, что там он вообще не старается там... Все, что он говорит, это вообще не про вас, да. Это к вам никакого отношения не имеет, там, не знаю, ну, не знаю, про вас, как россиян, допустим, да, если вы там из России. То есть все, что он говорит, это про него. Ну, так же, как и вообще с другими людьми. Все, что люди говорят, это не про вас, это про них. Это они говорят, да. Зачем примерять на себя что-то, что вы не хотите примерять? А тем более, когда вы понимаете, какой процесс происходит внутри человека, да, в какую игру он играет. И когда я понимаю, что просто у Олега есть потребность вот в триггере других, да, он кайфует, получает вознаграждение, когда он видит, что он кого-то цепляет, это вообще перестает цеплять меня хоть на сколько-либо. Это вообще перестает цеплять меня в какой-либо степени. Для меня это просто, я как бы с удовольствием смотрю на это, видя, какие процессы внутри него происходят, вот и призываю вас делать точно так же и относиться к этому абсолютно спокойно. И даже здесь его важно победить. Он говорит, вот у тебя с Касаткиной было 500, а со мной будет, значит, миллион. До этого он говорил, да, ну вот там дудь, дудь говно, вот там у Дудя, там у Осетинского тебя снялся, значит, сейчас у тебя будет минимум 3 миллиона. То есть, типа, вот такой я, значит, чувак, что хочешь не хочешь, а там какой бы там у тебя канал там говеный не был, да, а меня 3 миллиона посмотрят. Кто там у тебя там самое, больше всего просмотров набирал, там 500 тысяч, ну вот сейчас будет миллион. То есть, побеждать везде. В гонках, в бизнесе, в просмотрах. Вот такой вот спартанский, блин, характер победителя. Ну, вы верите, что на вашем веку вы еще с кайфом покатаетесь в России? Честно говоря, нет. Это... Тем более там кататься-то особо негде. Даже если там все будет хорошо и всем будет хорошо, то... Где там кататься-то особо негде. Велоспорт там до сих пор... Верите ли вы, что вы с кайфом покатаетесь в России? Честно говоря, нет. Ну, я бы теперь, проанализировав, да, еще раз вот это видео, ну, в смысле, видео я смотрю впервые, но проанализировав еще раз Олега через это видео, да, я бы никаким его словам к окончательным не относился. То есть, относился бы с пониманием того, что сегодня у него такая позиция. Завтра эта позиция может измениться, и это будет нормально. Для Олега это будет нормально. Ну, в общем-то, как и для любого другого живого человека. Дурак был. Вот и хотел. Я уже ничего сейчас не хочу. Я хочу выжить, реабилитироваться до конца. Еще пару лет вот мне надо в таком режиме покататься. Я же много спорта делал. Гуляю там, йога, зал. То есть, я больше вот спа, всякие-то... Я больше сосредоточен на выживании, а не на каком-то там... Ну, что, как сказать... Почему Тинькофф Банк был крут? Потому что я все силы своей души, все силы, души, энергии, я все направил в одну точку. Я бил, бил, бил. Потому что, как и в спорте, для того, чтобы стать большим чемпионом, ты должен с утра до вечера только про это думать, только тренироваться и так далее. Во-первых, абсолютно правильная мысль о том, что... Абсолютно я согласен с этой мыслью о том, что сейчас какая-то мода такая на инфантильности и безделье. Что из всех утюгов только и голосят о том, что работай там 30 секунд в неделю, когда жить, если все время работать, дураков работа любит. Лети на Мальдивы, живи для себя, медитируй, настой на гвоздях. Хотя нет никакого... Нет более сильного кайфа, чем кайф созидания и наблюдения плодов своего творчества. Состояние потока. Кем вообще вот эти люди хотят жизнь прожить, которые мечтают о том, чтобы выйти из операционки, заниматься только потреблением. Кем они хотят жизнь прожить? Творцами или какой-то биомассой, в которую только и заливают пиво, колу, чипсы и все такое. И бургеры. И вот он говорит, что если ты хочешь создать что-то великое, ты должен вложиться в это весь. Целыми днями фокусироваться на этом. И за дня в день. Фокус, тотальный фокус заниматься только этим. Хоть в спорте, хоть в бизнесе. Представьте, что было бы, если бы Тинькофф, Стив Джобс, Илон Маск, Леонардо да Винчи, Криштиану Рональду, Майкл Джордан, Мухаммед Али, Тесла, Эдисон, Эйнштейн. Если бы все эти люди мечтали, как сегодня модно, работать один час в неделю и все остальное время только стоять на гвоздях и медитировать. Ни хера бы не было. Не смотрели бы вы это видео, кололи бы орехи свои Nokia 3310. Вот и все. И вот мы видим здесь в этом моменте, что когда речь идет про болезнь, про восстановление, а он действительно, Олег, прошел по краю. И это опять-таки огромное уважение, что он выкарабкался, что он справился со всем этим. Я переживал в том числе и болел за Олега, чтобы он поправился. И вот когда он так вот лицом к лицу встретился со смертью, вот мы видим, насколько это меняет человека. Мы видим, что вот он сразу меняется тон. Видели, как поменялся у него тон, как изменилась интонация, голос как поменялся. И он говорит, что выжить бы мне. Я больше сфокусировался теперь на себе. И я тоже ему желаю, конечно же, выжить и поправиться обязательно, восстановиться. Может быть, мы вот в силу такого потрясения потеряли Тинькова как бизнесмена. Может быть, он больше, больше мы не увидим каких-то вот таких великих продуктов, созданных им. И это будет, конечно, тоже печально. Но в любом случае, Олегу выздоровление, восстановление. Ну, а если будут силы и вдохновения, ждем каких-то новых классных проектов. И так далее. Как-то, значит, компромиссы, все начинается, разъезжается, и уже ты не чемпион. А я сейчас все силы своей души и... То есть люди, которые создают что-то великое, там, не знаю, вот все эти имена, которых я перечислил, они в каком-то смысле посвятили свою жизнь этому делу, да, созданию вот этих своих продуктов, созданию своих каких-то вот великих каких-то проектов. И, не знаю, политики какие-то великие, в том числе, там, Хатма Ганди, там, Черчилль, не знаю, бизнесмены, спортсмены, политики, изобретатели, ученые. Они в каком-то смысле посвятили свою жизнь вот этому делу, И вот сейчас Олег говорит, что тогда же у меня все силы были брошены на бизнес, да, вот вся моя жизнь была посвящена построению банка. Сейчас случилось вот это вот с ним происшествие печальное, болезнь. И сейчас он вынужден силы все направить на себя, весь фокус переключить на себя и заниматься восстановлением своим. В этом плане все, что великое создано, создатели этого всего, они не стояли на гвоздях и не медитировали, не летали на Мальдивы, не спали до обеда, они посвящали себя делу. В каком-то смысле они посвятили свою жизнь нам с вами, чтобы нам с вами жилось комфортно. Посвятили свою жизнь будущему. Они вложили какой-то вклад в формирование той цивилизации, которую мы с вами сегодня имеем. Ну а, конечно, делали они это по большей части не для нас с вами, делали они по большей части это для себя, и в этом они были счастливы. Для себя в том плане, что кто-то там ради признания, кто-то чтобы доказать что-то своим родителям, кто-то просто потому что испытывал кайф от процесса. Да что там, все они определенно точно входили в состояние потока и испытывали кайф от своей деятельности, были фанатами своего дела, потому что ни на каком другом искусственном движке невозможно так долго двигаться и достигать таких вот лютых результатов. Ни другого движка. Никакой результат не может зажигать настолько, чтобы ты мог изо дня в день всю свою жизнь заниматься чем-то, какой-то своей рутиной, создавая что-то. Результат это очень короткое удовольствие. А вот найти свое дело и жить чем, от чего ты каждый день кайфуешь, находить в этом какое-то удовольствие и наслаждение, порой мазохистское наслаждение, как велосипедист, который часами поднимается в гору, у него уже все ноги забиты, но он все равно продолжает от этого кайфовать. Вот это, конечно, ключик. И вот эти люди, которых я перечислил, они точно этот ключик жизни подобрали, они точно были фанатами своего дела, ну и благодаря им мы имеем сегодня все те блага, которыми с удовольствием пользуемся. Физические и моральные трачу на одно, на вот преодоление болезни, на выползание, потому что три года по больницам, четыре химиотерапии, пересадка костного мозга, это все не детский сад, лейкемия, ужасная болезнь. Мне кажется, я не знаю, есть ли что-то хуже. Говорят, рассеянный склероз хуже. Мне так кто-то из врачей искал, говорит, ну это ужасная, мучительная болезнь, долгая. И мне сейчас, если честно, только это забавляет. И так иногда рефлексирую насчет страны, насчет там бывших своих сотрудников, там что-нибудь такое, коллег. А в общем и целом я занимаюсь спортом, катаюсь на велосипеде в таком спокойном режиме, как вот сегодня, сколько там, три часа проехали, или так по-хорошему, не больше, как я и сказал. Какие чувства, когда вы сюда смотрите? Чувства? Какая красивая страна. И никто тут не воюет, и никто никому ничего не хочет доказывать. А все вот, покажи, пожалуйста, наслаждаются, занимаются спортом, ребята. Кто-то ходит, кто-то ездит, кто-то гуляет. Красиво. Трава подстрижена. Дороги хорошие. А, к сожалению, у нас на родине какой-то хуйней занимаются. Вместо того, чтобы свою страну, так сказать, вот такой же сделать. А там можно сделать. Одна Камчатка чувствует с Байкалом и с Алтаем. Вот эта привычка сравнивать. То есть я думаю, что в детстве, скорее всего, Олега сравнивали с другими детьми. Отсюда и вот этот соревновательный характер. И вообще сама привычка сравнивать. Вот его спрашивают, какие чувства у тебя, когда ты на это смотришь? И кто-то сказал бы, ну, это абсолютно прекрасно. Да, я вижу перед собой чудесное какое-то озеро, горы, деревню, городок. А он тут же уходит в сравнение. То есть он говорит, вот здесь так-то, так-то, прекрасная страна, мирная, значит. А у нас, в России, то-то, то-то, то. И уходит за чем-то в сравнение, когда его вопрос был вообще не про это. И нельзя сказать, что Олегу Саламу с этим легко живется. То есть это его и дар, и проклятие, да. Но благодаря этому дару вот он создает крутые проекты. Вот это такие мысли нахлынуло. А так вообще-то жизнь хороша, жить хорошо. И слава богу, господи помилуй, что я жив. Три года после пересадки и здоров. Ну вот, вряд ли можно было бы там до болезни увидеть Тинькова, стоящего на коленях, крестящегося, да. То есть определенно это было для него, как и для любого другого человека, это был бы трансформирующий абсолютно опыт, да. И с чем-то Олег столкнулся, что гораздо сильнее его. Что гораздо сильнее его. Он вот это, я думаю, почувствовал. И вот теперь в моменты какого-то такой истины, да, мы можем видеть в том числе проявление вот такого вот признания великой силы какой-то свыше, да, со стороны Олега. В общем, Олег, если вы это смотрите, вам спасибо за крутые проекты, спасибо за классный банк, клиентом которого я являюсь. И дай вам бог здоровья, скорейшего восстановления. И я все-таки надеюсь, что мы увидим еще классные, крутые проекты и продукты в вашем исполнении. Друзья, вам спасибо за просмотр, надеюсь, вам было так же интересно и полезно, как и мне. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки по вашим подпискам и лайкам. Я пойму, что стоит продолжать и буду готовить для вас новые интересные разборы. Ну а в комментариях напишите, какие выводы вы для себя сделали, в чем вы узнали себя и окружающих. До новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok